Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game. В общем-то, у нас вышло обновление, вышло оно, правда, уже пораньше, но только, скажем так, руки дошли. Сейчас давайте мы так кратенько пробежимся по нашим обновлениям, посмотрим, что там да как поменялось. Так, ну, у нас изменился вот этот вот словарь существ, что-то тут переделали, вроде как компактней стало. Вот поменяли название медведя, да, гигантский короткомордый медведь. Я о нем снимал видосик, кстати, посмотрите на видео, там сравнивали его с тираннозавром, ну, скажем так, его укус среди млекопитающих такой сильный же, как у тираннозавра был, короче, среди динозавров. Ну, в общем-то, вы поняли. Есть, короче, видосик про Арктодус, я еще тогда говорил, ну, что тут писать короткомордый медведь, почему не назвать его Арктодус? О, разработчики меня услышали, скажем так, сделали это. Так, теперь у нас что здесь? Поменялась вот эта вот штука, вот название, раньше здесь тоже были пещеры, назвали гроты, по-моему, они тут что-то напутали. Гроты, это у меня ассоциируется с водными пещерами, то есть гроты должны быть в водных, а пещерные должны быть в кайнозойских. Вот их местами поменять надо, и тогда будет, в общем-то, все в порядке. В общем-то, с этим разобрались, теперь в гавани, в гавани у нас появились специальные сделки. Давайте сначала, я вот постил вот эту вот вам картинку, я ее обязательно сделаю, как раз 29 миллионов, ну, у меня тут еще 7 миллионов я потрачу как раз сейчас на прокачку конковинатора, и потом вот эту вот сделку, сделку, в общем-то, куплю. Также появилась еще вот закладочка дополнительная, это особые сделки, и вот в этом разделе мы можем выбирать, жаль, я уже ее, конечно, использовал. Ну, думал, для проверки, там, по-моему, было написано, что 3 попытки есть, а оказывается, 3 это для VIP, а для не VIP, которым я сейчас являюсь, всего лишь одна попытка. Я выбрал, то есть, там, разменять деньги, вот, блин, что-то я не помню, что у меня там выпало, может, еда, короче, не важно, я буду всегда заходить и исплавлять деньги. Это тоже, в общем-то, прикольная штука, но не помешает. Так, теперь у нас что-то там с Индораптором, поменялись статы Индорапторов, так, Индораптор, вот, то есть, изменились показатели Индорапторов на 10, 20 и 30 уровне. Так, не знаю, сейчас я попробую, если я, как бы, как-то тут найду чего-то. Нифига, я вам не скажу, в общем-то, нет у меня сейчас под рукой вот этих вот картинок. Так, ну, изменились показатели, то есть, силы, а ну-ка, сороковый у нас 10 на 5 был, здесь 8 на 4, 8, 7 на 3,5 и 5 на 2,600. В общем-то, как-то его перебалансили немного, правда, не знаю, в какую сторону. А, так, стал сильнее, вот так вот даже. Отлично, ну, про короткомордовый медведь сказал вам. И сейчас у нас еще появились там статуэточки украшения, то есть, давно у меня уже висит эта штука, я даже ни одного не выполнил. Так, еда, еда, давайте заберем еду. В общем-то, изи-бизи, с нынешним, короче, с нынешней гаманью, это, ребята, это просто шара. Вот, тот, кто начинал играть в игру 2 года назад, там было все намного хардкорнее и жестче. Вот тогда было сложно зарабатывать. А сейчас, сейчас стало все намного проще, ребята. Все намного проще. Гавань вообще реально спасает. Заработать там несколько десятков миллионов еды без проблем. Ну, с монетами. Если у кого-то есть проблемы с монетами, то он просто рукожоп, я бы так сказал. Тот, кто поиграл в игру несколько месяцев, вопрос с деньгами уже должен решить. В общем-то, это вообще изи. И очень легко, с деньгами все дело решается. Максимум полгода, чтобы у вас всегда было 99 миллионов. Так. Нужно поиграть. Ну, и гавань, что это я хотел? Куда-то я хотел зайти. Монетки. Баксы. Баксы. Ну, не хочу менять, не хочу менять. ДНК на еду. Не, не будем менять. Так. Блин, что-то хотел сказать, да забыл только что еще. Ладно, идем к украшениям. Идем к украшениям. Вот у нас вторая вкладочка появилась. Это мои значки. Но, к сожалению, насколько я знаю, то есть это новое украшение. Предыдущие исчезают. Если я вот сейчас нажму вот это первый, забрать. Вот, типа, у меня разблокирована статуя-значок. Вот такая вот. Продолжайте собирать коллекцию значков, чтобы увеличить радиус действий статуи. То есть у нас как бы такой элемент. О, оно еще сейчас будет строиться. Ну, несерьезно. В общем-то, интересно, ребята. Давайте сейчас. То есть это наше украшение. То есть такое же, как и вот эти вот статуэточки Хаммонда. Вот они, конечно, самые крутые на данный момент. Хотя, да. Ну, соотношение радиуса и ширины. Они очень хороши. В общем-то, это тоже у нас украшение. Оно на чертовски много места занимает. Не знаю, сколько клеточек надо будет, скажем так, пораздумать над этим. Сколько оно будет занимать места. Оно занимает сколько? Три клеточки. Раз, два, три на три. Это чертовски много. Как вот жилище какого-то протарегеринуса занимает. Это очень много. И ладно, давайте ускорим. Только для вас. Так, вот такая вот у нас эмуляция. А, я теперь понял, в чем, короче. Ну, я хотел бы, конечно, чтобы они остались все. Но в таком виде, в каком они есть, они бессмысленные. Ну, это как бы голографический какой-то там, голографическая статуя, да. Ну, она занимает сколько там? На две ячейки от себя всего лишь по радиусу она как бы дает свое усиление. И сколько процентов? Статуя уровень один, две клеточки. А, ну вот это, то есть, вот я понял, что значит. Это сколько вокруг статуи бонус. А какой бонус-то? Непонятно. Давайте еще раз сюда зайдем. Так. Ну, понятно, забирать все я не буду сейчас. Ну, у нас... Ага, смотрите, вот мы идем от двух клеточек до четырех. Ну, давайте сейчас мою вторую поставим. Так. Ага, нужно два раза собрать. Ладно, давайте еще раз. Ну, отлично. А, вот оно что. То есть, у нас один подиум голографический. Но теперь, по крайней мере, не нужно ждать целый час, пока он построится. И давайте я на него нажму. И да, четыре клеточки. Вот, то есть, раз, два, три, четыре. Вот этих вот. Зона радиус действия увеличивается. Так, как понять же, какой бонус-то идет? Здесь же нигде не пишется бонус. И на самой этой статуе не пишется бонус. Ну, тут, короче, какой-то косяк. Но прикольно. То есть, у нас там уже будут идти дальше золотые статуи. Терезинозавра, Тиранозавра, Индоминус. Они уже будут золотыми. То есть, они по редкости меняются. А ну-ка, давайте посмотрим на картинке. Это видно? Видно ли это? Так, у нас там Аюнгазавр. Так. Ну, это нужно вам иметь, всех этих динозавров, чтобы получить эти награды. То есть, интересно, я вроде, у меня вроде все должны быть. Ну, тут не видно, какая статуэтка и какой бонус. Какой бонус они дают? Ёшкин ты кот. Это надо где-то покопаться, ребята. Кто знает, какой бонус дают статуэтки, вы напишите. И меняется ли бонус в процентах от того, вот, от прокачки статуэтки. То есть, радиус-то меняется, я понимаю. А вот меняется ли бонус от этого? Так. Интересно, смотрите, мы тут в самом начале уже и тираннозавры, и индоминус был. Один плюс, это уровень имеется в виду или непонятно? А, да, это уровень. Это уровень, какой должен быть у наших динозавров. Так, ну, у меня пока что все здесь есть. Вот это что такое? Что такое зелень? Это уровень 40+. А, это количество травоядных должно быть не меньше 40. Ух ты, интересные условия. И тогда, подожди, тогда у меня вопрос. Это уровень, да, все-таки 1+. Это не количество динозавров. Это их уровень, наверное. А может и количество, фиг его знать. Не хотя бы у нас, было тут где-то цифры 40 были. То есть, плюс. 40 и плюс. Интересно, как это 40 плюс? Выше 40? Это что такое? Интересно. Интересно. Давайте дальше покрутим, что у нас еще здесь есть. Может, у меня чего-то вдруг не хватит. Хотя, я сомневаюсь. Я коллекционер еще тот. Так. Это все у нас есть. Да, историческая рыба. Да, кстати, резод. Резода мы прокачали. Накачали. Как вам понравился видосик? Прикольная рыбеха была. А я еще сегодня, ребята, смотрел на... Утром ходил на Мэг. В субботу... В субботу утром сходил на Мэг. Чудовище глубин. В общем-то, вообще... Я вообще... От рыбешек в восторге. Так. Это гены коллекции гибридов. Просто иметь один гибрид, что ли, нужно иметь. Один плюс, один плюс. Или это суммируется. То есть, нужно иметь раз, два, три, четыре, пять гибридов. Пять гибридов нужно иметь, наверное, выше, чем первого уровня. Здесь пять гибридов выше двадцатого уровня иметь. Ну, тут пока не дойдешь методом эксперимента, короче, это нужно познавать. Ну, тот, у кого это условие не выполнено. Ну, раз у меня оно все выполнено, считается. Ну, забирать все мы сходу не будем. Мы будем, наверное, потихонечку открывать. Потому что мне бонусы не нужны. То есть, я еще когда-то давно, да, застроил все статуэтками. Помните? Ребята, ну, давайте так, вот по чесноку сейчас я это дело долистаю вниз. И сейчас мы посмотрим. Ну, в общем-то, вы поняли, да? Как это все дело работает? Непонятно, правда, сколько она приносит, эта штука. Что такое пять часов? Интересно, подождите, еще есть время у этой статуи? То есть, она с интервалом каждых шесть часов что-то будет делать? Вот этого момента я что-то не понял, что тут за таймер идет. Странно. Так, давайте теперь вопрос, ребята. Вопрос такой. Кто смотрит канал, точнее, да, кто помнит те времена, когда вот мы решали, размещали клеточки, когда старались зарабатывать как можно больше денег? Кто помнит, когда у меня здесь стояли еще, может, сторожевые башни? Когда у меня были цели от поля вот этих генераторов, у меня было тут все свободное место. Динозавров тогда было намного меньше. И у меня вот тут все пол карты было застроено вот этими всеми генераторами, разными украшениями. Да, у меня было. Вот у меня до сих пор, ребята, вот как память храню, вот это вот все купа очков опыта. Видите, экспириенс. Это у меня построены здесь, по-моему, воздушные шары. Украшения такие. Воздушные шары это украшения, либо здания. Украшения, по идее. Потому что украшения строятся в основном моментально. В общем-то, и это все было сделано раньше для прокачки уровня. Когда у нас было еще там максимум 60, потом стало 65, потом 70, потом 75 уровней стало. А потом просто перестали повышать уровни, в общем-то. Ну, а раньше, да, чтобы прокачивать уровень, нужно было фармить статуэтки. Я по 100 миллионов тратил на покупки статуэток Хамонда. Ты их строишь всех. Это тут еще геморрой был. Потом ты их сносишь, короче. Заново строишь. То есть, когда ты продаешь статуэтку, тебе дают половину ее цены. То есть, первый раз ты потратил 100 миллионов. Построил там, допустим, не знаю, сколько там, 100 этих статуэток. Не помню, оно около миллиона стоили. Потом ты продаешь все 100 статуэток. Тебе возвращается 50 миллионов. Ты снова строишь 50 статуэток. Вот такой, ребята, был раньше хардкор. И всякие там сысунки, которые пишут в комментариях. Все, там четверт. Что-то там на четверил. Да фигушки, короче. Я тогда еще задротил так неплохо. Так что все, мы трудом, потом и трудом, ребята, здесь зарабатывали. Да. Так что были времена. В общем-то, ставим лайкосик. Кто помнит, честно, тяжелые времена. Так. Что у нас теперь еще здесь есть? Турнирчик мы будем стримить в воскресенье. В пвп, допустим, зайти. Ну, вот эту штуку я уже показывал. Да, что появился фильтр. Я об этом просил. Так. Молился разработчикам, наверное, больше года. А то и полтора, чтобы эту фигню добавили. Можно сортировать по атаке. Вот, а по умолчанию стоит атака. То есть, мне отвечали, почему-то мне какого-то динозавра не мог найти. Это был резонт, по-моему. Да, то есть, у него много жизни. Но сортировка идет по атаке. По атаке это, как бы, главный приоритет. Хотя, блин, а можно как-то не по атаке? Стоимость ДНК, атаковать, здоровье. Ну, вот, вот, теперь непонятно. Вот, по-дурацки сделали. Вот, почему бы не оставить еще прошлое? То есть, прошлое было по балансу. То есть, просто по силе существа были сортированы. Реально по силе. Я уже привык. Мне так нравится было. Зачем мне вот по атаке? Вот, где этот мой любимый гибрид? Вот, бесплатно. Ну, вот, вот теперь черт знает где находится. Он же не слабее. То, что у него атака, как бы, слабая. Так у него, извините меня, 18 тысяч жизней. Ему реально место вот тут в первых местах. Потому что во многих ситуациях он даже будет сильнее, чем Индораптор. Как бы, там, где нужно потанковать. Блин, ну, стало неудобно. Ну, почему не... Вот, тут пункт нужно добавить, типа, по общей силе существа. Не только по атаке, по здоровью, по монете, по редкостью. Стоимость ДНК, ну, ё-моё. Стоимость ДНК? А, ещё. Понятно. Вообще печалька. Стоимость ДНК ни о чём. Вообще вылазят все, короче, гибриды одни и те же, просто разного уровня. Печалька. Так, ну, добавили фильтры схватка. Ну, про... И теперь ещё нас ждут какие-то новые события. Это будут вот эти вот... Ну, я так понимаю... Давайте будем смотреть. Вот здесь у нас будут появляться битвы, которые будут называться битвы титанов. Нет, наверное, не так. Тут какой-то... Выигрывайте битвы в течение месяца, чтобы разблокировать финальное событие и выиграть уникальное существо. Это будет что-то типа, ну, турнира, ну, не турнира, а... Блин, это может вот здесь будет в событиях находиться. В событиях... Или в заданиях. Мне кажется, это как сюда куда-то добавится. Эта тема добавится. И вот здесь мы, то есть, будем вот эти и такие же задания выполнять. И раз в месяц будет разыгрываться уникальное какое-то существо. То есть, как-то так это должно быть. И что ещё? И проверьте свою силу. Короче, будет это какой-то раздел. Вот, скорее всего, мне кажется, будет он вот здесь, вот в разделе вот этих вот... ПВП-схваток. Будет... И суть его в чём? Приготовьте свою команду с соответствующими существами того же уровня, чтобы проверить свои боевые навыки. То есть, вы будете сражаться, ну, один в один равными существами. Не знаю, как это будет работать, что это имеется в виду. Как-то так. Ну, ещё у нас изменилось вроде вот это вот колесо, которое мы выигрываем. Что оно само останавливается. Теперь мы вроде как не можем его уже останавливать, если я не ошибаюсь. Ну, это мы проверим всё завтра уже на нашем, в общем-то, стримчике. Ну, я так думаю. Так, ну, а сейчас давайте мы какой-то тоже выполним наши условия. Давайте маханьки и ужастики. Без ограничений. Так, ну, чё тут... Нет, тут чё-то совсем кисло. А тут что? О-о-о-о! Это... Это по нам, правда, ребята? То есть, вот так... Такое вы одобряете. Так, тогда эта серия должна выйти в воскресенье утром, а турнирчик у нас будет в воскресенье после обеда. Так, надо будет создать трансляцию. Так, усиление какое-то выбрать. Так, куда-то мы усиление подевались. Так, каким мы будем с ними бодаться? Я знаю, вы любите Индораптора, но Индораптора всех использовать мы точно не будем. Да тут один Индораптор вообще конкретно порешает. Давайте одного, конечно же, возьмём. Блин, ну вот, смотрите, он аж... Вот аж где. Так, вы любите Индоминуса? Индоминус и Индораптор. Это будет супер-пупер усиление. Чё, травоядное? Назад. Травоядное Х1. Я понял. То есть, первого тогда возьмём кого-то, кто будет танковать. Так, ну не хочется сливать сразу с Тегимолоха. Давайте возьмём Урхика. Он будет у нас с пушечным мясом. А там Индоминус и это. Так пропускает? Ну, подождите. Травоядное Х1. Чтобы необходимо выбрать. Они мне предлагают вообще одним травоядным сюда пойти. И... Как это может быть? Стоять. У меня усиление. Усиление опять слетело, да? Хуй на них. Блин, только исправили этот баг. Не так давно. И он опять тут появился. Так. Всё нормально. Теперь можно сражаться. Аллилуйя, да. Ну, хорошо, что я заметил, в чём был прикол. А так можно было бы голову поломать пару минут. Так. Ну, мы не будем защищаться. И... Бочечка наша погибла. Так. Ну, давай, давай, давай. Индораптор. Так. Ну, на самом-то деле. Его нужно защищать. Иначе нас на следующий ход бы завалил. Он сейчас нас будет атаковать. Сигничество пудово нас проатакует. Ну, давайте. Ну, зуб даю в атаку. Два балла. Хм. Конечно. У него и шанс пробить нас какой был. Вот так вот делаем, смотрите. Опа. Так. Вот так вот я его убил. Но он думает, что у меня остался один балл. А у нас фигушки два. А у нас сейчас следующий проатакует нас на три. Вангую. Атака на три. Давай, ты можешь. А мы выживем. Возьмём, выживем и сожрём его одним индоминусом. Зря я использовал индораптора. Точнее, зря индом... Нет. Эх. Чё-то моё вангование не сбылось. Ну, сделаем так. В общем, всё равно одним индораптором затащили. Вот так. Отлично, ребята. Теперь нам нужно взять два травоядных. Ага. Мы будем сражаться с одними и теми же, да? Так, и ламбия у нас там есть. Есть сигнозух. Есть сти... Стигималох есть. Конковинатор. Да, я готовлю. Кстати, вот сейчас пойду его снимать прокачку. Так что им сражаться мы не будем. Даже завтра. Так. Четыре пятьсот. Ну, вот один удар выдерживает. Ага. Их два нужно брать. Хорошо. А потом три нужно будет брать. И потом будем брать троих. Угу. Ну, у меня тут сигнозухи есть. Так. Ну, юдон. Блин, сейчас слетят усиления или не слетят. Это будет неприкольно. Не, вроде все нормально. Так, думаем, думаем, думаем. Так. Ну, стигималох, если ты одного завалишь, я буду очень даже доволен. Один ставим. Поскольку мы можем пережить его один удар, мы обязательно его поставим. А он наших три не выдержит. Ага. Ну, он гаденыш всего лишь на один нас поставил. Ладно. Мы у Найринха пустим на мясо. Вот это поворот. Один поставлю, если он вдруг решит нас на один проатаковать. Я все-таки хочу... Ааа, спалил ему все баллы, прикиньте. Ну, давай, атакуй на три. Это было вообще эпично. Короче, идеально просто в яблочко зашел, короче, наш бонус. Давай, стиги. Кто-то мне писал, что это дракорекс у нас на картинке. Это не дракорекс, это стигималох чистой воды. Ну, вот на синем фоне, на заставке. У него и шипы идут вот от затылка большие. Они идут по кантику и идут таким треугольничком на носу у него. Там до маленького рожка его. Раз, два, три. Раз, два, три. Тудыщ! Шикарно. Давай. Вот так вот. На это я и рассчитывал. Ха, ха, ха. Перехитрил его. Реально тут травоядными мог бы затащить все. Ну, я не хочу сейчас его защищать. Можно было щит поставить и легко затащить двумя травоядными. Но у нас уже юдон тут стоит. Надо же ему дать поживиться. Хотя, естественно, гнозух сейчас нас не протокует, чем маловероятно. То можно было бы юдона и не трогать. Ааа, мы его с одного укуса съедаем, ребята. А точнее... У него остался один балл. Давайте максимальную атаку посмотрим. Можно было всего лишь на два проатаковать. Давай пернатый в атаку. Да, вот этот, вот этот Штигима Лох. Такой же, какие мы сражались. Это не Дракорекс. Дракорекс у нас пока что в игре нет. И условия три травоядных. Ну, хорошо, что теперь хоть отфильтровали. Ну, хотя... Хотя теперь мы и сами можем фильтровать, потому нам по барабану. Интересно, если три Сегнича не затащат. Три Сегнича с усилениями против троих Сегничей. Ну, просто он нас будет убивать. Хотя, давайте попробуем. Чего бы и не попробовать, правда? У нас есть усиление. Давайте возьмем посерьезнее усиление. Хотя, щит есть там и щит есть тут. Ну, а чё нам? Чё нам терять? Если что, мы возьмем другую троицу и пойдем побеждать. Так, ну, он сейчас нас пробивает на два. Здесь без шансов. Ну, щит просто нам не попался. Да, если попался на... В начальных уровнях тратить щит плюс шесть вообще как-то не по-финшую. Так, что сейчас? Я его могу пробить и поставить щит. Мы так и сделаем. Я его за два удара? Ух ты, ещё и один балл перенести можем. Круто. Давай, мелкий! Завалил крупного. Сейчас он обломится. Сейчас он думает, что у нас мало баллов. А, блин, у него всего два. Рано, конечно, я щит использовал этот плюс шесть. Ну, чё поделаешь. Чё поделаешь. Спалили. Ну, нету мелких щитов у меня. У него четыре. Атакует на три. Один балл у него остался. Так, раз, два. Я его пробил. Три это. И нужно поставить в защиту. Раз, два, три, четыре нужно ставить, ребята. У него может быть пять. И один в перенос. Ну, у нас ещё есть два усиления. Мы, в принципе, его сейчас полюбоса пробиваем. Минус три в щит и ему хана. У него нет шансов. Вот пять. То, про что я и говорил. Он протакует нас на все пять. Нет, не протаковал. Ну, мы делаем вот так вот. Щит минус три и пять баллов. Это вообще изи-изи-бизи победа. Вот так вот, ребятки. Мы отпраздновали новые обновления, которые, в принципе, делают игру всё легче и легче. Так что, начинать играть Jurassic World никогда не поздно. Она становится только легче и дружелюбней, чем то, что было в самом начале. Там был жесткач, ребята. Раньше. Было сложно заработать гены. Был только один способ зарабатывать гены. Это драться в пвп-битвах, блин, с утра до ночи. Каждый день часов по пять. Там надо было фигариться и побеждать. И тогда ты мог зарабатывать себе и гены, и даже доллары. Да. Ну, был даже глюк в своё время, как я уже говорил много раз. У нас были бесконечные битвы, в которых гарантированно попадались доллары. Сейчас я вам покажу. У нас вот в этом разделе вот эта бесконечная схватка. Ну, во-первых, она не была вот такой такой бесшабашный. Ёх, индрова, ребята! Тридцать три тысячи триста девяносто у Апатозавра! Это просто капец. Это просто капец. В общем-то, ну, 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 это всё несложно пробивается. Индораптор, потом Метриофадон, и потом ещё даже не так. Первый идёт танк. Вот, танкует. Он сможет выдержать удар Акантостеги. Даже два. Потом Метриофадоном подмениться, его пробить. Ну, может, я даже эту битву запишу, но попозже. Короче, раньше вот в этой битве были, ну, динозавры попроще. То есть, они были не сильнее твоих, они были твоего уровня. Да, и там гарантированно попадались доллары. То есть, ты мог... 500 долларов там, по-моему, попадалось. Ты мог там пройти пройти битву, победить. Даже можно было разблокировать, по-моему, всех своих динозавров. Там оно дешевле стоило. Раньше не было таких вот больших сумм по три дня, по четыре дня ждать. Такого раньше не было. И, опять же, заплатить за новую битву, обновить и победить. И все равно остаться в плюсе, короче. Была такая раньше штука по зарабатыванию долларов. Да, вот гуляет мой конковинатор. Вот он. Сейчас я его, кстати, буду качать. Так, надо быстренько качать, а то я тут с вами заболтаюсь, и у меня закончится сделка на 30 миллионов еды. Так что ставим лайкосик и до новых видосиков.